Всем привет! Я сегодня предлагаю сделать сдобные булочки, которые называются доуговини. Всю раскладку по граммам я напишу в комментариях, а сейчас, в общем, собственно говоря, попробую показать вам сам процесс. Нам понадобится молоко комнатной температуры, вода также комнатной температуры, дрожжи, соль, сахар, и два яйца. Размеш Вpopру любой В или заставить на sait booth tief envoci к лечке. Вся zwischen булочки и этот Eddy крошечек речка. дальше высыпаем муку и из всех ингредиентов у нас с вами остается сливочное масло которое мы будем вмешивать почти готовое тесто итак мы смешали все ингредиенты за исключением сливочного масла и сейчас будем производить непосредственно замес в интернете в трактовках этого рецепта вы можете увидеть самые разнообразные последовательности внесения ингредиентов теста как-то там соль нужно смешать с мукой сахар растворить молоке дрожжи в воде затем все это смешать в миске вместе с мукой и яйцами но здесь в общем как бы в данном случае единственное что мы хотим получить воздушные булочки поэтому нам нужно максимально развить клейковину жиры этому препятствуют и мы масло будем вмешивать уже в конце практически в готовое тесто можно подискутировать относительно того что сахар нужно вводить частями а не сразу и для того чтобы также клейковин хорошо развивался но в тех количествах которые здесь указаны в рецепте здесь это в общем собственно говоря не принципиально поэтому мы пока отставим масло и выкладываем на поверхность теста и начинаем производить замес замешиваем мы как удобно и тем способом которым вы привыкли нужно собственно говоря добиться одного тесто должно быть гладкое эластичное и при скажем так проверки на вот так называемое глютеновое окно мы должны увидеть что клейковина достаточным образом будет развита поэтому собственно говоря вымешивать можно разными способами главное достичь результаты которые мы хотим и после того как тесто у вас начинает походить на тесто именно собралось в однородную структуру с достаточно гладкой поверхностью и если мы возьмем кусочек краешек теста и потянем его в разные стороны она в принципе растягивается в достаточно тонкую пленочку и не рвется что мы дальше делаем ну просто потому что например мне так удобнее берем миску в котором мы производили замес кладем туда тесто берем сливочное масло вот он такой красивый уже многократно потыканное пальцем значит такой скажем пастообразной структуры и берем небольшие количество и начинаем вмешивать в тесто вмешали одну порцию взяли следующие и вмешиваем еще до однородного состояния итак мы вмешали все масло в тесто оно стало значительно мягче оно не прилипает к рукам оно не прилипает к стенкам миски за счет того что у него на поверхности есть тоненький слой жиров дальше мы что делаем выкладываем его опять на рабочую поверхность и домешиваем до состояния вымешанности то есть оно должно быть абсолютно однородным гладким и при растяжении не рваться ну вот где-то минут 15-20 неспешного замеса мне понадобилось для того чтобы вымесить тесто вот до такого состояния да это ровная гладкая глянцевая поверхность если мы возьмем кусочек теста и попробуем его растянуть то она растягивается до достаточно тоненькой пленочки и не рвется это говорит о том что клейковина хорошо развита и в общем собственно говоря булочки должны быть обещают по крайней мере быть пышными время для замеса каждому понадобится разное кому-то больше кому-то меньше старайтесь лучше вымесить дольше чем не помесить потому что в принципе при ручном замесе перемесить тесто достаточно сложно дальше что мы с вами делаем мы берем кладем тесто в миску закрываем его крышкой и оставляем для брожения на два часа с одной обминкой через час так прошел один час тесто очень сильно увеличилось в размерах и для того чтобы выпустить лишний углекислый газ который препятствует дальнейшему брожению мы делаем обминку теста все подформовывайте шар кладете в миску накрываете крышкой и оставляете еще на один час пока тесто у нас бродит мы должны подготовить формы в которых мы будем выпекать булки как гласит рецептура из 500 граммов муки мы можем сделать 12 булок которые мы можем испечь форме 25 на 35 сантиметров у меня такой формы нет у меня есть форма 20 на 30 сантиметров у меня есть форма 20 на 20 сантиметров но произведя нехитрые математические подсчеты я получил что мне нужно замесить тесто из 575 граммов муки ну и уже не придерживаясь изептура чисто из как бы любви к красоте понятно что в этой форме мы испечем 6 булочек и в этой форме мы испечем 4 булочки то есть булочки у нас будет общее количество 10 и они будут больших размеров открываем крышку и видим что тесто у нас подошло очень хорошо еще больше чем прошлый раз когда мы делали отметку что мы делаем мы ставим миску с тестом на весы взвешиваем затем взвешиваем миску или знаем ее вес заранее и полученное количество теста делим на 10 равных частей у меня получился ровно один килограмм теста который я разделю на 10 булочек по 100 граммов кстати обратите внимание что у вас практически всегда сумма всех ингредиентов которые вы положили в миску при замесе будет больше чем количество теста которое вы получите на выходе это связано потому что у вас во-первых прилипает все к рукам скребку к миске там еще какие-то вещам к рабочей поверхности плюс углекислый газ которому пускаем при обминке теста каким бы он не был все равно легковесным он тем не менее вес имеет поэтому всегда перед тем как разделываете тесто взвешивать его количество и ровно считаете какой вес у заготовки должен у вас быть у нас с вами получилось 10 кусочков теста как вы видите они совершенно разные формы где-то лежат еще какие-то дополнительные кусочки до веса которые мы сделали нам нужно сформать из них круглые булочки поэтому сначала мы делаем то что называется предварительным округлением мы берем кусочек теста который является вот какой-то вот совершенно неправильной формы и дальше делаем такую вещь нам нужно получить однородный мелкопористый мякиш вполне возможно что там где-то ну вот мне видно вам вряд ли видно есть большие пузыри захваченного воздуха или углекислого газа соответственно что нам нужно нам нужно найти пузыри удалить для того чтобы получить однородный мякиш если мы будем осторожно нажимать выдавливать эти пузыри в разные стороны то соответственно что у нас будет происходить как только мы надавливаем на эту сторону пузырь уходит сюда мы надавливаем противоположную пузырь куда-то еще вылезает поэтому нужно что сделать ладонью и одним сильным коротким ударом раз плющить заготовку в лепешку и дальше потом свернуть его в некое подобие шара стараться сейчас на первых порах не нужно потому что нам нужно просто предварительно округлить заготовку и сделать из нее что-то похожее на шар вот мы сделали положили также мы поступаем со всеми остальными десятью в данном случае пятью заготовками мы сделали предварительно округление заготовок и оставляем их на расстойку на 5-10 минут я рекомендую вам всегда выкладывать их по порядку как вы их округляли с тем чтобы первая заготовка которую вы округлить через пять минут вы можете начинать с ней уже работать дальше а то заготовка которую вы закончили она у вас будет последней и обязательно сверху накрываем полиэтиленовой пленкой для того чтобы заготовки на расстойке не заветривались пока у нас есть некоторое время смазываем формы несмотря на то что они нас могут быть заявлены как антипригарные тонким слоем сливочного масла и включаем духовку на температура 220 градусов у нас прошло пять минут с момента как мы округлили последнюю заготовку соответственно с момента как мы округлили первую заготовку прошло ну примерно где-то там 10 минут снимаем полиэтилен берем первую заготовку расплющиваем ее но не сильно если попадаются какие-то пузыри выдавливаем и дальше начинаем формовать тугой шар что мы делаем мы берем и края соединяем в центр по часовой стрелке или против часовой стрелки как кому удобно старайтесь не нажимать пальцем на середину заготовки потому что как только вы ее собираете и нажимаете пальцем опять вы ее расплющивать то есть делаете действие абсолютно противоположное тому что делали до этого поэтому в центре вы только слегка придерживаете все края которые туда собираете соединяете защип можно делать это на весу мне например так удобнее проходитесь несколько раз по кругу и получаете такой достаточно тугой шарик теперь нам нужно что сделать нужно и закатать этот шов и придать ему хорошую шарообразную видимость вот что мы делаем мы кладем швом вниз на рабочую поверхность дальше кладем на рабочую поверхность основания ладони и кончики пальцев делаем такой своеобразный купол в результате чего заготовка касается швом рабочей поверхности и самой верхней точкой купола из вашей ладони соответственно во всем остальном пространстве она находится движется свободно и по часовой стрелке или против часовой стрелки как кому удобнее крутите заготовку в результате вы запечатываете шов заготовка подкатывается получается вот такая вот шарообразная форма мы берем смазанный противень и выкладываем и заготовки на расстоянии в несколько сантиметров друг от друга и от краев заготовки от краев формы вот что у нас получилось после формовки при расстойке булочки соприкоснуться с друг другом при выпечке слипнуться и будут в общем такие вот стройные красивые ряды на самом деле конечно в большей форме и большее количество булочек это смотрится гораздо интереснее но поскольку формы нужного размера у меня нет сам я большой люблю булочки большого размера вот ну будто они выглядят так посмотрим что получится напомню что обязательно нужно закрыть заготовки полиэтиленовой пленки чтобы они не заветривались расстойка займет от часа до полутора часов за это время духовка должна нагреться до температуры 220 градусов выпекать мы будем на решетке форме без камня с небольшим количеством пара то есть либо мы должны будем положить в разогретую емкость несколько кубиков льда либо буквально там четверть чашки воды либо из пульверизатора опрыскать заготовки и стенки духовки прошел 1 час 15 минут булки выглядит у нас вот таким вот образом они расстоялись увеличились в размерах и соприкоснулись друг с другом попробуем нажать на поверхность булки достаточно быстро выпрямляется ямка и остается след булки принципе сейчас расстоялись практически полностью я бы дал бы им еще минут 57 после чего поставил в духовку напоминаю температура 220 градусов и мы опрыскиваем стенки духовки и заготовки из пульверизатора при посадке и выпекается где-то приблизительно 20 минут и вот таким вот образом выглядят булочки после выпечки хочу заметить один очень немаловажный момент а на самом деле очень важные перед тем как вы в принципе собираетесь эти булочки печь замерите пожалуйста влезают ли ваши две формы в данном случае в одну вашу духовку потому что если они не влезают печь очень сложно не повторяйте пожалуйста моих ошибок так так и 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 после того, как вы вытащите булки из формы, непременно остудите их на решетке Ну и вот что получилось Продолжение следует...